Пиноккио встречает лису и кота снова. Пиноккио плакал и плакал над своим носом. И плакал он, потому что он не мог пройти через дверь комнаты. Девочка с синими волосами заставила нос Пиноккио расти, потому что хотела преподать ему хороший урок. Дети не должны врать. Но он так сильно плакал, что ей стало его жаль. Она попросила большую птицу прилететь и помочь Пиноккио. Птичка прилетела и начала работать над носом Пиноккио. И вскоре он стал таким же самым, как и был до этого. Какая же ты добрая волшебница, сказала кукла. Ты мне так нравишься. Ты мне тоже нравишься, ответила волшебница. Ты будешь моим товарищем, моим маленьким братом, а я буду твоей маленькой сестричкой. А как же мой бедный папа? Сегодня он будет здесь. О, закричал Пиноккио и подпрыгнул. Маленькая волшебница. Можно я пойду и встречу его? Да, иди. Иди через лес, и ты его встретишь. Пиноккио зашел в лес. Он остановился перед большим деревом, потому что увидел кого-то за ним. Две фигуры вышли на дорогу. И кем же они были? Двое его друзей, лиса и кот.